Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Фото, ринз, вся вот эта история Здесь все продолжает строиться Просто каждый раз приезжаем И здесь нескончаемая стройка Вот этот шум Что-то происходит, все застраивается Уже сейчас просто разворачиваешь с дороги И там с дороги домина стоит В общем, скоро Чепашпарк станет Поглотит все вокруг себя Станет больше, чем деревня Сама Чепаш, мне кажется В общем, сегодня у нас локейшн скаутинга Смотрят что-то как Сейчас перекусим и пойдем заниматься этим делом Потому что поснимаем, что туда сегодня Закат, если будет хороший Все-таки нам нужна территория Все эти вещи Итак, мини-рум-тур по нашему дому В котором мы живем в этот раз впервые Здесь у нас уличная зона Целых две Еще тут лежит чья-то куртка Интересно Но пройдемте вовнутрь Тут у нас Иван Кровать На самом деле нам кажется Что здесь Довольно-таки комфортно Должно увеличить Проверим обязательно это У нас кухня С плитой Микроволновой печи Холодильником Даже вот здесь фруктики И на кровати валялся Один дрип-пакетик Кофе Немного волос на полу Черных И еще Волосы Ваня нашел В Халате А так Здесь С довольными Ванна Ванна Раковина душ Темновато Но У нас здесь Целых Целых четыре съемочных дня Должно было быть пять Но В пятый день у нас будет кое-что другое Еще На ресепшн есть фоточка со мной И она не так и на ресепшн есть Чемцаку просто А ему знаешь сколько Его на день рождения дарили Между прочим На какой Ну я не знаю Мне кажется Это примерно Я ему Я же цепкой той ходил На лет 12 Наверное будет Скоро В общем мы проводим Локейшн скаутинг Ходим смотрим тенты Рассуждая насколько это удобно Неудобно Специалисты большие В отельных вещах Вот тут Речка И вообще мы понимаем Что сейчас очень отчаянные ребята Которые забронировали жилье Себя в тентах Потому что тут холодина просто Мы ходим Мерзнем И как они внутри Я просто из постели Не вылез В такой температуре А ну подожди Ну вообще мы сейчас рассуждаем И ходим вот в отеле Вайвенга Были здесь И сейчас это все так прикольно Приятно Когда они пустые Нет людей Ты идешь гуляешь Красота Пучки поют Природа Так А что изменится от людей Когда будет сезон Да конечно Потому что будешь идти Будет суета Тут всякие красные Толсы будут Висеть Дети бегать Суету создавать Суету создавать Дети в своем Палаточном лагере Да здесь тоже же Там не знаю С пивом Кто-то будет везде Вся ситуация А сейчас ты вроде Ходишь И Красота Просто деревянная тропинка Лес И Вот все хорошо Вот приехал бы ты сюда На своей кровной Какой бы ты номер выбрал С той стороны Теба прикольнее Наверное Да Как они называются Я не помню С купе А вот эти Панорамик Панорамик тоже С холодной купе Ну Он меньше Потому что Кто-то побольше Просторнее Дом Там рядом Никого нету Да Здесь палаточники Ходят И мы дома Как-то там Просторнее Поприятнее Скажем Территория Ну и треугольный Дом прикольный Большой Интересный Треугольный Типи Нет А да Скайдом Скайдом Да Там просто Не прикольно Что ты Ты на виду У всех Типа на возвышенности Все Идут И на тебя Зреют Там все Прозрачное А как Сам по себе Он прикольный Мне кажется Нормальный Объемный Просторный Мы таких Много не поставили Не знаю Мне кажется Ну да Там и вверх У тебя Да В нем В нем Много Такого Воздуха Простора И Он сам Мне кажется Дорогой Он дороже Он самый дорогой Не знаю По оснащению Он самый Дорогой Потому что Ты ему там Больше всего Кухня Многоценная Более Многоценная Да Сейчас Окей Многоценная Продолжение следует Итак Минутка Неожиданности На сегодня Не знаю Было ли у кого-то Такое Но Прямо в полете Когда мы снимали На дрон Птичка Атаковала нас И Обосрала Наш дрон То есть Мы не знаем Что было Первичнее То что Его атаковало И ее Немножко Похромсало И полетели Перья От неожиданности Она Обакакалась И Было ее целью Обкакать Наш дрон Просто Процесс Ее зацепило Немножко Но Как бы то ни было Сейчас Бедный малыш Он весь Сегодня мы Продолжаем Снимать Чапош парки У нас сегодня Интерьерная съемка Без людей Мы снимали Тенты Сейчас Ждем Пока Приберутся Немножко Сервируют Апарты Чтобы поснимать Здесь Солнечная погода Вообще Устали пораньше Чтобы снять бассейн Рассвет Будет Святая история Но с утра Все было затянуто Включить Было мрачно Вот Немножко Попозже Разъяснилось Сейчас Слупит Солнце В общем Нам все Не нравится Нам не нравилось Когда было мрачно Теперь слишком Солнечно Все пересвечено Кошмар Просто Ужасно Нам не угодишь Куда попало Куда попало На моторы На счастье Да Включило Ставим Ставим Это не надо только попытка, да? Мне кажется, весь свет переполнен Нет, ну это будет не так Поехали Доброе утро, наши съемочные дни продолжаются, сегодня большой день, большой красивый день, погодка шепчет, стало теплее, сейчас пойдем снимать ресепшн и новый 26 модомов. Это сессия для машины. Там корова охажает. Натурой. Очень далеко еще ехать, очень далеко ехать. А на следующий день нам предстоит ранняя, ранняя, ранняя съемка совсем в другой локации. Там будет катер, 5 часов ехать, там у нас будет катер, вертолет, куча всего интересного и мы хотим быть бодрые, максимально энергичные, настроенные и заряженные на эту съемку, потому что что? Хорошо поспать, значит там нужно рано приехать и рано выехать отсюда. Ну что? Хорошо. Мы решили немного пользы привнести. не то, что даже пользы рассказать о наших рабочих, собственно, буднях. В нашей работе не просто показать, как мы развлекаемся, да? Да, мне кажется, у многих может сложиться впечатление, что мы просто ездим по отелям, ведем эту праздную жизнь, пьем, едим, купаемся в бассейнах, купелях. Ну, есть такая, особенно я купаюсь, особенно ты в холодных купелях. Ой, да, да, расскажи, что это была история, когда человек ответственный за купель украсил ее, ну как бы надо было ее украсить под кадр, все он украсил, спросил, все классно, сказали, все классно, а потом оказалось, что он ее греть не стал, он сказал, зачем, там же ребята снимали, там модель была, зачем греть купель, это же просто для съемки. Итак, братцы, братья и сестры, немножко расскажем о нашем направлении, давай более широко будем называть его, рекламный продакшен назовем, да, например, то есть пока мы развиваем в основном эту сферу отелей по большей части, хотя не только, немножко расскажем, немножко расскажем, почему для нас это серьезная работа, и мы сейчас практически в большинстве случаев отвергаем предложение о том, чтобы приехать, поснимать за проживание. То есть действительно часто поступают такие предложения от разных отелей, даже, мне кажется, бас отдыха, скажем так, в самом лучшем смысле этого слова, бас отдыха. Вот, почему-то сейчас уже не работает, за исключением определенных ситуаций. А потому что, как мы работаем? Мы подходим к вопросу достаточно серьезно. Во-первых, мы всегда просим получить довольно подробное ТЗ об этой съемке, чтобы, во-первых, мы четко понимали, не тратили лишнее время на работу, во-вторых, наш клиент четко понимал, что он получит. Он получит именно то, что он прописал своим ТЗ, то, что мы согласовали. То есть, во-первых, часть предпродакшена – это наше ТЗ. Во-вторых, что далее мы делаем? Мы прописываем определенный сценарий, сюжетную линию, если она имеет место быть. Мы прописываем довольно подробную раскадровку под каждую сцену. То есть, во-первых, это разбивка по сценам. И, во-вторых, эта раскадровка под съемку идет. Здорово, если мы работаем с продюсерами, конечно, мы гораздо спокойнее в том плане, что у нас есть подготовленные модели, подготовленные локации, подготовленные образы этих моделей. И уровень съемки получается гораздо лучше. Соответственно, если продюсера нет, часть этих обязанностей ложится, опять же, на нас. Потому что едва ли маркетологи, которые обращаются к нам, как непосредственные наши заказчики, они до конца проработают эти моменты в силу своей занятости другими вещами, в силу своей некомпетентности, скажем так, в определенных моментах. Это первое. Во-вторых, по сути, наш съемочный день – это действительно полноценный день. То есть, это съемочная смена, там, 8, а то и более часов с утра до вечера мы снимаем. То есть, здесь ситуация в том, что, во-первых, приезжаем заранее в первый день, как правило, это не съемочный день, это локейшн-скаутинг. Мы обходим всю территорию, смотрим сцены, точки, смотрим, где будет снимать лучше, в какое время дня, лучше по свету, удобнее. Плюс это все компонуется с условиями съемки в плане, если мы говорим за отель, да, какие номера уже, когда свободны, какие-то мы просим освободить, ну, убраться в первую очередь, какие-то нам нужны к вечеру. Поэтому достаточно сложное планирование этого процесса, и в итоге мы стараемся забить весь день, в зависимости от того, где будет снимать наиболее выгодно какую локацию. То есть, вот, соответственно, наступает съемочный день, мы встаем с утра на рассвете, чтобы... чтобы что? Чтобы снять туман. Чтобы снять рассвет. Да, собственно, мы знаем, что рассвет нас режимное время, когда самые классные, одни из самых классных мягких оттенков, с которыми мы можем работать. Туман бывает, если вечер где-то при роде. Какие-то вещи. В общем, встаем рано, если это лето, это очень рано. Снимаем рассвет, снимаем до обеда, потом передыхаем. Дальше, как правило, мы еще планируем какие-то моменты, потому что в течение дня обычно еще что-то меняется, что-то добавляется. Зачастую бывают такие моменты, что заказчик любит докинуть что-то в процессе съемки, сказать, что... Мы так не любим. Да, но часто бывает. Начинается с того, что снимите пару кадров здесь, а потом... А снимите-ка еще внутри. А снимите-ка еще, может быть, дополнительно рилс к этому. А еще вертикально, а еще горизонтально. А еще ролик для сайта мы хотим. Да, кроме того, возникают какие-то несогласованные модели. Например, изначально это была история. Просто без модели мы приехали, сделали раскатровку под это, а потом бац, появляется модель, оказывается. Которая может быть совсем такая, знаете, модель в худшем смысле этого слова. Вот. Поэтому по факту у нас полноценный рабочий день. Соответственно, мы понимаем, что если идет история о том, что мы снимаем за проживание, то никакого проживания в моменте не происходит, потому что мы работаем. Что мы получили? Мы пожили, мы отдохнули, мы воспользовались чем-то. Нет. Мы просто весь день снимали, даже если кто-то залез в купель, в бассейн. Это было по работе, как правило, там говорят, что это холодное, не самое удобное время. Это связано, наоборот, с какими-то издержками дополнительными. Помимо прочего, почему мы просим, да, опять же, чтобы жить, вот были вопросы, помнится, почему нам нужно проживание именно, да, в отеле, где мы снимаем. Опять же, логично. Да, это нужно отелем больше, потому что у нас есть полноценный день. Мы не уезжаем, не приезжаем и снимаем с самого рассвета. Естественно, мы можем там поехать снять себе жилье в другом месте и там приехать на свои два часа, но, соответственно, и контента будет получено, качество будет гораздо, гораздо хуже. Потому что даже сегодня мы весь день ходим, смотрим, ба, свет поменялся. Мы пошли, посмотрели, поснимали. Там пришли, вернули, смотрим, нет. Можно снять еще лучше. Пошли, пересняли. Это просто многократно происходит. Это снимаем и на камеры, и на дроны. То есть, ну, за последние дни, вот эти два съемок, два съемочных дня, мне кажется, я раз 50 запускал дрон, постоянно батарейки на зарядке, что-то мы взлетаем, садимся, взлетаем, переснимаем утром-вечером, чтобы, в общем, мы максимально замотивированы, чтобы наш контент, рекламный контент был максимально качественный, максимально продающий, что хорошо для нашего клиента, то хорошо для нас. У клиента есть деньги, у нас есть деньги. Правильно? Кроме того, такой интересный момент. Недавно обновляли портфолио на нашем сайте, отсматривали, в том числе, наши старые съемки, и с нескрываемым удовольствием мы заметили, насколько вырос наш уровень съемок, именно рекламных. То есть, это качественно, это концептуально. Если старые смотреть, сейчас мы другим взглядом это видим, но, кажется, это было ужасно. Это было все в кривь, в койсе, абсолютно не продающие какие-то неестественные цвета, может быть. Просто очень наигранные вещи. Сейчас все гораздо лучше, гораздо профессиональнее. И уже с высоты нашего опыта настолько забавно бывает наблюдать за теми съемками, которые покупают себе, собственно, отели у непрофессиональных, некомпетентных фотографов, видеографов, продакшенов. Вот эти истории, снятые все на суперширик, там, когда все растянутые углы, все заваленное, когда не знающий человек, который видит эту фотографию, ему кажется, что номер там огромный, шикарный, а мы, соответственно, сразу понимаем, что наверняка это мизерный номер, снятый там на просто колоссально широкое фокусное расстояние, все это растянулось, и по факту, когда ты приедешь, ты увидишь там маленькую такую конуру с непонятным цветом, и, в общем, на самом деле эта сфера, по сути, она даже не особо конкурентна сейчас, потому что, к сожалению, не все отели, не все бизнесы готовы вкладываться в это тратить большие деньги, они не видят разницы, им достаточно просто заказать там какую-то съемочную команду, которая приедет, что-то именно что-то снимет, и как бы окей. Поэтому, по сути, если по стране брать, нет, бывает, безусловно, очень классные рекламные кампании, все качественно, здорово, но по большей части, по массе брать – это грустная история. Особенно в нашем сибирском, скажем, регионе. Да, и на самом деле, да, не со всеми отелями мы работаем постоянно, то есть мы просто смотрим их бизнес-страницы, смотрим те съемки, которые сделали мы, которые сделали им другие ребята, и, опять же, не скромничая скажем, потому что наши выглядят на уровень выше, на уровне качественнее, и мы гордимся своей работой. И это здорово, я считаю, мы к этому пришли большим своим трудом. И все чаще, да, нам пишут ребята, нам пишут, просят обучение вопрос, потому что, да, не всегда удобно на какой-то маленькой съемочке, что-то обновилось, там, травка зацвела, не всегда удобно действительно приглашать нас на съемки, потому что у нас есть минимальная стоимость, от которой мы работаем, от которой мы приедем, поэтому не всегда. Вот, мы в будущем будем думать, возможно, мы действительно разработаем какое-то обучение, какую-то программу именно в концепции вот этой рекламной отельной съемки, потому что здесь очень много нюансов, которые, ну, уже за несколько лет, скажем так, прокушали сами, поняли. И поэтому на сегодняшний день мы уже, по сути, считаем себя полноценным таким продакшеном, который в комплексе закрывает потребности клиентов. Вот мы приезжаем, казалось бы, вдвоем, что мы делаем? Мы делаем съемку, фотосъемку, во-первых, интерьеров, делаем фотосъемку с моделями, мы осуществляем видеосъемку, также можно снимать интерьеры без моделей, интерьеры с моделями, снимать полноценные рекламные ролики, то есть это что-то горизонтального формата для ваших сайтов, каких-то рекламных компаний, и также так называемые релсы, которые мы называем вертикальными роликами, потому что именно такой смысл в плане профессиональной съемки мы это вносим. Поэтому, по сути, обращаясь к нам, вы закрываете достаточно полноценные свои потребности. Также, кроме того, иногда вылазят такие моментики, снять, например, рекламные ролики для водички Шамбала, разлито в предгорьях Белухи, всего 257 километров буквально на вершине. Вот. Но, на самом деле, это все шуточки шуточками. Действительно, внезапно вылезла у нас задача снять рекламный вертикальный ролик для воды Шамбала. Чтобы, скажем, красивые бутылки, мы порадовались. Вначале мы увидели пластиковые, а тут все классно, она приятная такая фактурная бутылочка стеклянная. Здесь, кстати, двухслойная штучка открывается, там на разных языках состав. Здесь объемная картиночка. Качественно сделана, прикольно, выглядит дорого. Вода сама по себе неплохая, поэтому мы потом покажем. Мы уже сняли несколько вариантов. Хоть это было неожиданно, по сути, да. В чем проблема? У нас не было времени какой-то препродакшн сделать, заранее продумать раскадровки. Еще в отеле не работал интернет в первые дни. Посмотреть было нечего, какие-то референсы подобрать не сидели сами. Мозговой штурм строили, что-то придумали, наснимали. Но могло быть лучше, на самом деле, если заранее о таких вещах предупреждать. Все. Наша рекламная вставочка закончена. Завтра мы заканчиваем съемку здесь и едем на другую локацию. Как мы сказали, завтра у нас свадебная съемка. Классная свадьба на Телецком озере. Куда нам еще предстоит добраться? Часов пять езды завтра ночь. А еще завтра у кого день рождения из нас. Внезапно, внезапно. Рабочий день день рождения. И в continued... Поехали. drie Я тебя повергнула? Прихая anti Тود Вы уже хотите это съесть, как говорится. Сильный алкогольный шорли, да? Яблочный, натуральный слабогазированный яблочный шорли, между прочим, без добавления сахара. 60% сока. Смена от работы. Вполне. Это подарочная упаковка, да? Твой багажник. Говорят, джинс. Be the real best. Берлик. Ого. А, биоразлагаемый пакет. Жаку Е-мюс. Видно? Видно надпись? Боже мой, это что? Это трусишки от Жак Мюлса? Руки чистые. Они здесь. Я машину не трогал. А тут сам Жак Мюлс у меня лежит в пакете. А что это? Невероятно. Это же футболка от Жак Мюлса. Вы только поглядите. Футболка от Жак Мюлс у меня есть в пакете. Я не ожидал. С настоящей написью, чтобы теперь все знали, уникак на рубашке. Я могу так вот проходить даже и говорить. Видали? Это сам Симон отправил мне. Что-то еще мягкое. Невероятно. Это что, просто бренд-шоп какой-то? Это же шапчонка Патагония. Сама Патагония? Серьезно? Это как моя желтенькая, только это Патагония. Она сделана на шпиланке? Эй, эй. Италия? Летом гонять. Что как? Идей. Идаля. А что же еще там? Шерпа Патагония? Это коробочка. Что это? Анкудинов Артем Анатольевич перевез это, отправил Пуставов Николай Николаевич. А вот мне отправили. Идем. Черным черно, серьезно? Еще один кролик? У меня будет уже два кролика? Три. Три кролика. Три кролика. Ты там накачался? Подожди. Там майка-то невероятная. Вот чего я не ожидал увидеть. Так это черныша сейчас. После жак-мюса еще и черныш. Офигеть. Что же там? Что это? Это то самое? Это то самое? Это черный волос, смотри. Это длинный черный волос, что это? Кто мне запаковал? Это волос черныша? Офигеть. Настоящий кожаный ремень. Да? Да. Это довольно тяжелая хреновина. Спасибо. Вот это невероятно. Вы только гляньте. Я просто разложился. Бренды. Бренды. Бренды не помню. Вот это я догнал, можно сказать, к своим тридцати годам. Сразу много брендов. Вот это поворот. Спасибо. Спасибо. Блин, коробочка-то нормальная. А почему там красалась какая-то странная хлеба? Смотри какой. О! Еще можно поправиться. А? Скажи про твой праздничный завтрак. Ну вот. День рожденный завтрак нам принесли. Все как я люблю. Побольше овощей. Надо, чтобы полезное все было. Сейчас приступим. Немножко работаем параллельно. Потому что сегодня у нас что? Рабочий день рождения. Ну ничего. Вкусно поесть и будем довольны. Праздничный торт? Гигантский мой праздничный торт. О, пар. Видно? А там ничего не вытечь? Там ли чем вытекать? Ну как это? Вот. Так вот. Это. День рождения по кексику? А, это кексики как мама делает. Я понял. Невероятно, конечно. Надо пояснить, что мы делаем. У нас сюжетная, концептуальная съемка свадьбы с глубокой, глубокой проработкой концепции. И вот мы слушаем пожелания невесты. Собственно, мы уже много дней прорабатываем, переделываем презентации вместе с Volta Agency, раскадровкой и все так далее. Все по-прежнему корректируется. Слушаем новые мысли невесты по этому поводу. Постоянно что-то добавляется. Но мы профессиональные ребята и мы обязательно прислушаемся ко всему. Стараемся все сделать так, чтобы все были довольны. Мысли были отражены как следует. И при этом это еще было красиво. Это праздничный ужин? Нет, это просто рабочий ужин обычный. Солянство? Тогда работаем, мы только так и ужинаем. Солянство? Да. Солянство? Все меняется. Очень быстро. О, куда ты прибыл? Прибыли на Дерецк. Здравствуйте. Если вас видно, может, конечно. Сейчас мы быстро приехали. Спасибо за доставку. Я рассчитывал на час позже. Аня и Крисчик. Ложись и сюда, и по спину. И жену сюда свою клади. А как-то все перемежалось. На данный момент. История длинная. Что обстановочка. На это утро мы на берегу Телецкого. В этом отеле. Куда мы приехали уже ночью. Потек. Сюда пробрались. Засадились. На самом деле мы уже должны были плыть на съемку. Был большой план на утро. Но все. И сегодня отменилось. Перенеслось. В следующий день или отменилось. В первой части съемки. Поэтому мы не спеша пиваем кофеечки. Ждем завтрака. И чуть позже. Все-таки мы отплываем в Алтай-Виллджинг. Чтобы снимать их средствами на основную свадьбу. Основной части. То есть мы же стали бы раньше. Поставили будильники. И потом узнали, что все меняется. Поздравляем одного из самых легендарных. Из легендарных. Поздравляем. Боже мой. Спасибо. Это так прелестно. Это вот мой сейчас. Вы гляньте. Вы гляньте. Что там? Что там? Это моральная поддержка. Покажи. Тортик покажи. Легендарному от легендарных. Классно. Спасибо. Спасибо. Это так мило. Поздравляю. Мы тебя очень любим. Я знаю. Почти. Просто глаза сухие мало спало. Так же и расплакался. Он почувствует. Спасибо. Ну вот типа да. Потому что мы сейчас обожремся завтраком. Если я не смогу это есть. А потом мы будем голодные. Голодные. Или можем знаешь, что завтра сидеть на острове? Можем. Прикольно. Да, да. Это будет третий день этого тура. Боже, боже. Какие красивые. Боже. Переходи. Собраться. Покажи. Откуда они идут? Сначала идет он. Откуда? Вот от начала. Значит, гости сидят вот здесь. Вот начало посадки гостей. Вот прям где стоят вот эти штучки. Да. Мало. Думаю, что тепло. Реально. Думаю, что тепло. Мрачнём. Что-то такое часто бывает, да? Да. Ребят, скажите. Это все потому, что Диму радугу не взяли? Да. Поэтому он к нам явился. Диму радугу не взяли. Да. Да. уже закончится можно выходить все целуются то что ты мне дашь то я съел пока я не знаю что останется мне возможно это будет шакшука и ялтейская шакшука нет как я что-то его наконец приедем домой сделали это мощный сложный красивый атмосферный проект обязательно ставим кадры что главное мы сегодня очень долго и нервно ждали решение ребят по поводу перенесенной съемки на завтра которая была проработана и нами всеми концепции на которые потратили кучу времени в общем ждали и понимали едем мы домой или мы еще остаемся все-таки мы едем домой на самом деле мы этому рады потому что сложная погода на завтра еще не пойми что может в чем случится время терять на этом не хочется так мы должны были лететь на вертолете плыть на катере купаться в ледяном озере да согласно концепции там было очень классные моменты съем очень много транспорта все должно было быть красиво ну значит это еще случится с другой пары обязательно потому что концепция у нас осталась она классная и верим что мы это реализуем вот сейчас у нас есть часов дороги едем через тайгу через таштагул вся эта история с лосями разбитыми гравийками вся эта прочая история на самом деле здорово что мы возвращаемся домой потому что на самом деле скоро через два дня мы опять едем в Алтай снимать отельный проект какие дела потом нужно успеть получить подарки и отпраздновать еще немножечко свой день рождение уже в который раз на самом деле да так здорово что в этой поездке сколько он стоит около 3 торта когда еще такое бывает спасибо всем кто участвовал в этом с кем встречались и работали бок о бок это было очень здорово очень классно вот поэтому до скорых встреч в новых выпусках пока 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 у нас целых два дня не было на Алтае сегодня мы исправили эту обложенность и конечно же мы здесь и целый день снимаем в отеле сказка Алтай на самом деле мы впервые здесь здесь все строится все модернизируется у нас классно это за снять чтобы не было видно стройки мы точно любим вот что здесь нас удивило это кролики на территории ходят настоящие сидишь далеке его вижу серенький мягенький подтискать бы поймать кролика вот на самом деле нас три дня съемок здесь с моделями без модели как обычно полный фарш съемка номера просто интерьерка с людьми фото видео еще должны сделать классный горизонтальный ролик потому что участвует в каком-то конкурсе в июне а мы не можем допустить того чтобы наш ролик не победил поэтому сделаем все что наших силах вот я думаю отсюда вылетит все завтра после завтра мы еще работаем здесь потом уезжаем домой потому что нас там вот вот столько материала ждет просто вот столько а еще ребята со свадьбы которые мы снимали на телеском возможно но не факт потому что может быть они еще передумают ни один раз но был запрос на то чтобы все было сделано за две недели но мы не знаем так ли это будет в итоге поэтому задались вопросы найти монтажеров и пушеров если такая ситуация возникнет чтобы мы просто отдали весь этот материал чтобы неспешно было все классно здорово сделано а мы занимались другими делами потому что у нас просто горят сроки куча съемок все ждут всем надо срочно быстро вчера начинается сезон особенно отели это касается и все это рекламы вот но мы конечно же никого не подведем сделаем все как надо и 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 Субтитры сделал DimaTorzok